В Будапешт я переехал в возрасте, когда мне было полтора года, потому что у меня батя был бандитом, и они занимались плохими делами и хотели бежать. То есть там нас, несколько тюменских семей, сразу переехало в Будапешт, все жили на одном районе. Мы вот дети мужичков все общались и дружим по сей день, и вот поэтому Будапешт. Венгры, они какие-то, я не хочу вообще никого обидеть, просто я себя чувствовал на два шага впереди, и девчонкам, венгерочкам нравилось, что мы русские, такие пацаны, и как-то они, ну просто они такие, а, русские, о, не-не, ну пацаны, проходите, проходите. Как бы, ну салют венграм, вообще нормально все. Басея смолеру, перси. Я постоянно гонял в Тюмень, у меня вся родня в Тюмени, я сам из Тюмени, и нет прямого рейса, всегда через Москву, и вот я так всю жизнь в Будапешт, Москва, Тюмень, Тюмень, Москва, Будапешт, впитывал три разных культуры абсолютно. И потом я просто влюбился в девчонку в Тюмени, и, ну, хотел ее бы перевести в Будапешт, но она такая, я не могу, не вариант, и я такой, ну да, я-то вернусь в Тюмень, шабабаба там, заработаю, привезу, и я так и сделал, и вот я вернулся в Тюмень. Мы с Ведуком учились в одной школе, в русской школе при посольстве России и Венгрии, и там, собственно, и познакомились, и с его братом старшим, его батя преподавал на школе физру, то есть был моим учителем по физре, и вообще семья Янцаровых, это я Янцаров тоже. Я был очень тяжелым ребенком, я же вообще такой биполярный чувачок. Меня в итоге выгнали из той школы за то, что я ударил учителя. Мы очень неуважительно себя вели всегда по отношению к этому преподавателю максимально. Я не буду вдаваться в подробности, но сейчас я бы себе сказал, ты что, вообще, ну, стыдно прям. Ну, короче, я толкнул там пацаненка Игорька у нас, одноклассника, и как-то он там ударился, у него пошла кровь, ну, че, пацаны, пацаны. И вот у препода бомбануло, он там, тебя кто воспитал там? А как бы, ну, пацаны смотрят, типа, ничего, я подошел так, чик. Мне дали доучиться, вот один месяц остался, дали доучиться, не посещая труды, но это вообще там был резонанс. Мне вообще матушка очень много ревела в школе постоянно, а вот тут прям она вообще взорвалась. Но мне дали доучиться, и вот, типа, новый учебный год я уже начал в венгерской школе, было ужасно, очень плохо, очень. Очень было тяжело учиться, то есть я и так двоечник, а тут прям, вот, представь, что я знаю язык, но я никогда не... Вот химия у меня на венгерском резко, просто бах, а там еще и формулы какие-то, я вот просто ничего не понимал. И вообще, и я тогда и забил на учебу, честно скажу, я вот вообще просто плыл по течению, харизмой всегда вывозил. Как-то, что-то, ну, я круглый двоечник, я еле-еле закончил школу, мне по трем предметам преподаватели докидывали баллы, так как они говорили, ну, мы тебя не хотим видеть тут снова. Ну, короче, жестко школа, это было тяжело, но самые модные в школе. Я был таким броукбоем, то есть я еще это в Будапеште начал, когда вот я влюбился в Тюмени, в Лерку, но уехал, искал, ща я вот денег подниму, там, годик меня подожди, в итоге там месяцев семь, и приеду, и вот меня пацаны устроили мои в Будапеште в самый крутой бар в Венгрии, и я там был барбеком, и вообще зарабатывал, то есть мне вот на тот возраст там кроссики купить, и так погулять, и там пола Фредпери вообще вполне хватало, а там еще и форинт, и евро, и вот, ну да, общепит, короче, я прошел, и я его ненавижу, но было дело. Я вообще, знаешь, я тут был бармен, который заказ есть, сдал, и вот сижу дальше в телефоне, я вообще никому не улыбался, я не кайфовал, то есть я шел на работу, думал, ой, очередной день, ну не кайфовал реально, но как бы это необходимо, и все же в шоколаде. Мама посещает все концерты в Тюмени и вообще респектует, вот Турлайф ей нравится, она хвалит, но ее подруга как-то за нее хорошо сказала, она говорит, вот после концерта, она такая, блин, Гриш, конечно, писки, жопы, косяки, это жестко, но... Ну, хороший ты парень, добрый ты парень, поэтому все качает. У меня мама такая, если честно, современная такая, курит тоненькие сигаретки на RAV4, в курточке Барбур, шарфиком Барбари, это свага оттуда. Вообще, я когда приехал в Москву, я не договаривал, говорил, у меня все прекрасно, у меня вот что-то нормально монетка водится, а сам, то есть вообще там, ел тараканов, но вот когда это начало давать плоды, она походу как-то смирилась, то есть поначалу она еще говорила, ну ты же не Федя, вот Федя, а ты, что ты, Гришань, давай пивка 0,3 оформи. Потом, ну как-то, что ты, я тоже этот момент не помню, если честно, но вот как-то, типа, мам, я рэпер, она такая, ну что, реально, я такой, да вот смотри, на 60 тысяч, мам, ты же мой кормилец, молодец, ты рэпер. Я просто всю жизнь был на андерграунде, только рыночные отношения, черная экономика, и это будучи, живя в Венгрии, только вот пацаны, все. Ну вы поняли, я помню, что-то пришел домой, не спал всю ночь, там, и дрэйк джей-зи, у них есть трек, помню, я послушал, сказал, вау, вау, и вот так стал слушать дрэйка, просто вот следующий трючок, такой, фью, третий, четвертый, пятый, дуф, ну и я просто как-то тума сошел. Очень сильно, дрэйк очень сильно совмещал пение, читку, все, вот это, я малой был, первая любовь, а у него такая личная, мы при этом на свеге, не знаю, дрэйк, папа, вообще, самый крутой типок. Мне очень важно было, чтобы вот в Тюмени, как, что-то там вот я из себя представлял, потому что если в родном городе навел шуму, то, значит, что-то ты делаешь правильно, и вот я приезжал защищать диплом, я такой в туфельках стою, там, в рубашке, и тип идет, такой, о, Джебуда, ты что гонишь, что ты тут делаешь? Вот так, пару таких было приятных историй именно в Тюмени, то есть там тип ехал со мной до конечки, пошел, там, вел прямую трансляцию. Вот это меня очень греет душу. Вообще, я очень романтик. Ну, я много делал, пизду лизал. Не знаю, но, не, я романтик, реально, то есть там, с девочкой это я умею. Майкл Джексон, это как Иисус Христос, но вот, конечно, прогнал он, да, жестко. Я посмотрел фильм, тоже не знаю, кому верить, думаю, ну, не бывает же просто так, таких масштабных слухов, поэтому, да, жестко Майкл Джексон. Сосрал письки спящим пацанам семилетним, ну, это реально жестко, чуваки, не знаю, что сказать, то есть он легенда, но он what the fuck, ниггер. Если бы с Дрейком такая тема всплыла, я, кажется, подзагнался бы. Думал бы много, думаю. Аркели, ну, Аркели псих, вы видели видосы вообще, где он там выступает 10 рук на его члене? Мне кажется, они прям угорают там, мне кажется, там всем хорошо. То есть, ну, я знаю девчонок, которые бы хотели, чтобы я их привязал к батарее и на три месяца у себя дома оставил. Random Crew, это мои пацаны, мои девчонки, моя семья, наше творческое объединение. Все делаем сами вообще, то есть у нас свои дизайнеры, свои кофемашины, свой офис, свои фотошопы, свои связи, свои коннекты. Все что-то делают, каждый шарит, то есть Чик, Леха Новиков у меня сделал видосик. Короче, Random Crew, это сильно. Ну, короче, это были единомышленники, группа ВКонтакте, друзья, которые делали рандомные вещи, потом со временем клипы, потом подтянулся Федя, Чик, подтянули и меня. И вот механизм заработал. Короче, чуваки, девчонки, любите друг друга, любите мам, одевайтесь модно, слушайте хорошую музыку, не употребляйте наркотики, учите в школе, слушайте студию 21, Random Crew, я тебя люблю. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Продолжение следует...